вот дорогие друзья пришла зима а значит пришло время снять оправку как это вот показалось сделать вот так она стояла в конусе и здесь можно наблюдать рисочки рисочки там 25 миллиметров ключа не было обточил так чтобы он туда залезал вот таким манером после этого шомпол откручивается то есть хватаешь с одной стороны ключом здесь другой стороны здесь откручиваешь шомпул на шомполе одета шайба шайба потом вкручиваешь выкручиваешь его шомпул шайбу снимаешь после чего шомпул закручиваешь опять и вот кияночка красный не справилась пришлось использовать кувалдочку через брусок и вот он вышел из конуса вот он из конуса вышел теперь мы откручиваем его обратно шомпол надо выкручивать образа ударов ну как там надо на полную его конечно закручивать наверное потому что чем лучше его закрутишь тем меньше от резьбы остается шомпол шайба то есть чтобы закрепить на шайбу втянуть так без шайбы и вот достаем нашу оправочку какой конус наверное что 3 что неужели неужели 3 конус ребята в шпинделе 3 запомнили этот результат вот такая ситуация как космический корабль сейчас будем пытаться снимать стол что со столом получилось удалось пока в машине он лежал думал что выгружу без стола удалось ослабить вот этот винт как ослаблял винт то есть он заклиненный был вот бил кувалдно вот этой киянкой замечательно красный бил туда по всему столу пол чуть-чуть куда он двигался он чуть-чуть должен а наоборот бил туда он чуть-чуть наезжал на клин немножко откручивал потом он клинил опять опять бил он чуть-чуть наезжал на клин чуть-чуть откручивал и вот так двигал его и вот он как бы теперь винт отпущен и снизу надо приготовить инструменты этот клин оттуда выбить сквозь щели потом колотил по кляну еще выкладкой снизу чтобы он выходил ног выкладка стала клинить тоже надо выкладку сейчас приготовить более узенькую вышел клин конус был вообще почему-то внутри грязный очень сильно зачем вот выбил его туда что-то зашло дорогой отходе ходить отлично стол пошел винт который держал клин сейчас будем снимать стол и ловить его ловить хорош такой станок конечно для вот тренировки тяжелой атлетики лучше нет вообще не слишком легкий и не слишком тяжелый вот снимем стол так вот он дальше идет пошел пошел вот такой вот ласточкин хвост сейчас будем чистить чудная крышка для заливки масла вот шпиндель но зубья в таком состоянии вот его и не включали никогда вот видно да какие-то следы фрезеровки немножко такая немножко вот то что не убрали шестерен на заводе зазубренность она немножко потёрлась вот так то есть практически он без использования вот он стол тут задир наблюдается такой же на клине жесткий задир вообще что они сделали ужас ужас вот все остальное вообще хорошенькая ну вот этот задир это же скач то есть кто-то туда поймал что-то и возил возил это конечно сейчас будем все разбирать это это засоро на все винты конечно вообще в нулевом состоянии нулевом состоянии прибывает ну просто засоро на все вот ими вообще не пользовались будем разбирать стол чистить его такой коротенький клин поперечной подачи вот так он стоит поперечная подача вот имеются такие следы ремонта на нем была выработка а потом и получилась канавка и эту канавку подравнивали вручную ремонт был такой на этом станке уже кто-то его аккуратненько ремонтировал пыльники в достаточно хорошем состоянии свежие такие то есть тут сначала кто-то о нем заботился а потом сказали что этот человек умер вот который хорошо все делал и потом его кто-то поюзал немножко вот этого говна наделал вот это после ремонта да вот видно что оно выпирает то есть кто-то клин и заботился о них вот а потом кто-то их немножко стремительно подгадил у них но не очень много он сделал человек ну успел немножко сделать задирчиков несколько клин уже вытащили вот пыльничек еще снимем а похоже он мешает вот 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 с Продолжение следует... Продолжение следует... Прикольная такая деталь. Кубик, да? Вот такой он немножко, как и все остальное. Продолжение следует... Продолжение следует... Какой-то люфт у винта. Будем исправлять, что он люфтит. Дорогие друзья, вот этот люфт... Принт, какой-то допускает люфт. Сейчас мы его попытаемся заменить. Вот это что такое, да? Чудно. Катушечка. Ручечка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Там ключом еще можно поработать с этой стороны. Вот такой у него стопорный щегужончик был, сюда вкручивался, необычно. Вот сам этот, сама деталь. Из-за чего же был люфт, тут какая-то регулировка, да, то есть 2 этих винта, задерживаются они гужоном на своем месте, будем думать, как это устроено. Вот, дорогие друзья, чем мечтал я заниматься, когда пошел на физический факультет. Я думал, там будут, там будет оборудование, там будет механика. А что там оказалось? Ничего этого там не оказалось. Лаборатория там, конечно, была. Вот, спасибо большое. Сейчас уже, я думаю, ничего не осталось. Лаборатория. Вот. 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 Вот так вот. Раз, говоришь. Там вот этот гужон держит втулку. Пулка с подшипниками. Подшипники вообще там, конечно. Ну вот, вроде не люфтит. Вот она. Вот она. Таким манером. Вот. Вот. Не таким, всё-таки таким. Что-то не дочистил. уже он что ли этот ослаб отверстие для смазки этих подшипников подшипники можно поменять и вот эти два винта они были стопорили эти подшипники так и так тут всегда у limbo две пружинки когда разбираешь главное их не потерять чтобы они не выскочили потому что конечно потом их не соберешь небольшая магия и пружинки на своем месте ну конечно норовят улетучатся а и и и и и и и и Итак, вот приемлемое поведение этой ручки. Нормально. Вот это немного болтается, но пока оставим. Плюс так почистил я внешним образом. Там винт чистый, он спрятан за кожухом, поэтому передачи это... Все валы, конечно, болтаются в своих посадочных местах, но это ремонт более серьезный. Сейчас не больно уделся. Надо валы протачивать, надевать на них втулки. Все это не мгновенно. А это вот, пожалуйста, сделали. Итак, чистая деталь эта. Хочу сказать, что очень мне нравится станок этот. Сейчас уже за одну вещь. Детали у него очень комфортные по размеру. То есть приятно с ними работать. Они не маленькие, не большие. Как надо. Красивенькие такие детали. До следующей серии.